Итак, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и переходим к массажу шеи. Он может быть как самостоятельный массаж, тогда мы начинаем прямо непосредственно с нее или с шейно-возняковой зоны, с лопаток, да. Ну, в данном случае у нас относится к массажу спины, от ягодиц до головы этот массаж. Мы сначала уже проделали массаж спины. Если помните, мы делаем сегментарно, то есть, получается, сначала со стороны сердца , то есть, вот эта область, потом вот эта область – вторая, потом вот эта третья область у нас, а движения у нас ведутся снизу вверх. В каждой области – снизу вверх- Uhm. И сейчас будем делать голову, у нас получается, вот, зона первая – это вот трапециевидные мышцы,да. Тут получается, сверху вниз уже движение к сердцу. Потом шея – вторая зона, третья зона – это череп, четвертая зона это – уши, периферии к центру сердцу и по принципу экономики я рекомендую экономить время человека чтобы мы лично за пустого не бегали да а он не потерял драгоценные массажные какие-то приемы да то есть пока вот мы где-то закончили спину сразу мы говорим лежит он естественно в такой позе у нас рука передняя ближе к нам подпорта вверх до два раза сюда мы говорим а теперь перекладываю руки под лоб пошли и за это время мы уже начинаем массаж шеи и светят я со стильных отростков от черепа начинаю до потихонечку сильнейшие движениями ухожу сюда и все спускаю вниз ним потечет за ушами спереди там чечную зону ну да сколько тут насколько рука достает до конца хотя бы близко соответственно вот первый прием берем пальчики да и вот так вот только здесь у друга отростки продавливаем вниз получается второй прием растирание инвертированными ладонями то есть на ладони разорачиваем так и смотрится растирали вот таким способом да да тут мы растираем так сверху вниз сверху вниз подводим опять вниз и вторая рука нахлёст идет надеваем на нижнюю нашу руку создаем следующий прием берем обе мышцы слева и справа позвоночника до понимаем их и друг друга раз рисуем растягиваем поперечное растяжение получается также мы трапецию растягиваем поперечно туда-сюда до сюда кровь по ней у головы вниз но некоторых делать ладонью позволяет укрепить ладони дам сделать рукав кому мешает масса да то все таки лучше пальцами жестко захватываем двумя руками пальцами вырумут сюда также с противовой стороны жесткий прием но нравится больно но приятно вот пока мы это доделываем да за это время у нас руки не отрываясь делать она пользует тела человека и становимся параллельно оси его позвоночника спала сразу накладом руки и растираем теперь обоими руками две торпицы сразу так быстро движение это растирающий поэтому слышно шорох мы пока не массируем растерли дошли до точки где ключица соединяется отростка подавили . и от нее отростка растут тут мышцы дентовидные да мы как бы от мяса отделяем большим пальцем отделяем и уходим на лопатку вокруг круглых мышц проходим вокруг всей лопаточки проходим такие мягкие массивающие движения как будто перышки рисуем и возвращаемся в исходное наше положение прием называется крылья ангела то есть мы нарисовали перышки крылышков такие маленькие вокруг лопаток дошли до соединения шейно-груднового перехода и здесь установили булочки кулаками достаточно жестко вот этими костяшками можно по позвонкам прямо по отросткам ассистом пройтись достаточно жестко от них отводим в стороны ткани мясо отделяем от костей и следующий прием у нас называется еврейский канделябр минора таким образом мы его рисуем на теле человека отвели в сторону руки до лопатки позволяет до этого нарисовали основания подогнули кулачки прошли мимо уголков лопатки чтобы не травминировать это нарисовали стойку с нами до основной часть развели и сделать ребенок если видите получился рисунок подсвечек значит примерно да то есть у него есть вот именно стежинка но да и потом расходятся такие вот лучи на у которых нас на поставьте яичи свечу да но их бывает 7 либо 9 свечей получается черт указу развели основание стержень и нарисовали получать почти с той же стороны да и сам позвоночек этот девятый стержень по принципу 9 сифирот вот в первый раз прием я делал таким способом развел это все еще идет цепь номер один соединил и дальше до позвоночника делал разминающие движения до камня преткновения место соединения тазовых костей до спу заночника уперся весь клуб на тело полностью уперся для эти компрессии вниз и расписали соединение второй проход нарисовал очереди делаю право упираясь в время позвоночника костей третий проход основание стержень но раз большим пальцем уже веду по большими обуви по позвоночнику и зажигаю свечи уже установил дать при зажигаю вот эти мышцы где крепится весом позвоночника кости до осенью кости и соответственно зажигаю свечки большими пальчиками а теперь растягиваю по площади и растягиваю по диагонали плечу в одну сторону таз другую сторону несколько проходов так делаем и потом нашу нарисованную картину мягкими широкими мозгами художника смываем раз и с локтей сбрасываем энергетику и установили руки опять на исходное положение на шейно-грудной переход это был сет номер один в следующем видеоролике вы увидите сет номер два олег олаф будин вам все расскажет и покажет а лучше приходить на занятия тут мы все отработан на практике и поставим в руки вы готовыми специалистами уйдете в работу сразу с полетельника